Рекламно-информационная программа Культпоход Огромный всем привет! Здравствуйте, добрый день! Программа Культпоход в эфире. Вас приветствует еще раз Николай Голиков И Владимир Сметанин И наш гость Вячеслав Тихонов, организатор фестиваля «Вкусная Россия» Директор культурного фонда «Яркий город» Ух, какие замечательные выходные-то нас ждут Вернее, мы сегодня будем говорить о воскресенье, 8 июля Когда в нашем городе, собственно, и пройдет фестиваль «Вкусная Россия» Почему не «Вкусная Вятка»? Да, Вячеслав Тихонович? Нет, ну, мы же о чем говорим? О том, чтобы событие было туристически привлекательным Поэтому мы сразу ставим в серию и в название И, значит, в название ставим месседж Это же «Всероссийский фестиваль еды» Слушай, ты название-то прочитал Нет, мы говорим о том, что мы задаем сразу же месседж И такой некий вектор развития в том, что мы хотим в Кирове Видеть лучших кулинаров России Вот о чем речь там То есть еду и явства кулинарные, угощения и так далее Кировских кулинаров и так далее Мы всегда можем попробовать, но мы хотим здесь видеть Ну, даже, может быть, если не самых лучших кулинаров России То хотя бы подобные какие-то блюда, которые в России готовятся Понимаете? Вот такая история Ну что, давайте все-таки обозначим 8 июля, воскресенье, Александровский сад Старт мероприятия В 10 утра уже можно начинать подходить кушать Тянуться на запах Тянуться на запах, на аромат В 10 утра уже будет накрыто Возрастное ограничение есть ли? Ну, мероприятие находится, проходит на открытой площадке Алкогольным едным, естественно, продаваться не будет ни в коем случае Поэтому ноль плюс Хорошо Ну, теперь давайте подробно Что пришедшие туда смогут Что потянувшиеся на запах, что увидят Вообще, когда у меня в голове так много информации Трудно все пересказать Я по очереди попытаюсь, значит Ну, во-первых Ну, надо сейчас представить, что я вообще ничего не знаю об этом мероприятии И так потихонечку раскручивать Да Ну, значит, в целом мероприятие, оно начинается действительно в 10 утра В 10 утра начинает работать именно кулинарная программа мероприятия То есть оно в целом вообще все мероприятие делится на нескольких таких частей органичных Это кулинарная программа мероприятия Она сконцентрирована на центральной аллее Значит, там у нас порядка, по-моему, где-то 15 различных точек кулинарных Которые, значит, продают, дегустируют, кто-то угощает всех гостей мероприятия Сейчас принципиальный вопрос Продают или дегустируют Или по-разному И продают, и дегустируют То есть можно безвозмездно продегустировать Сколько точек фермерских сыров Они как бы и понемножку дегустируют Для того, чтобы вы поняли, что вы хотите купить Например, там, да Я думаю, что если вы там, значит, выучите несколько каких-то очень красивых, хороших, позитивных фраз На узбекском, азербайджанском или на таджиксом Вы, я думаю, что вполне сможете получить бесплатно порцию плова Еще, Слав, такой вопрос Смотри, вот, в 10 кто подойдет А если кто подойдет в 12, он же не успеет Ну То есть примерно как это будет длиться? Опыт таков, что, значит, так как очень много еды, которая туда привозится Они зачастую готовятся именно конкретно для самого фестиваля То есть это не готовится, просто это, в принципе, для самого фестиваля привезено и приготовлено Поэтому, как говорится, кто успел, тот и съел То есть если все закончится, то оно как бы закончится То есть когда оно закончится, мы не знаем точно, это зависит от многих факторов Поэтому лучше приходить в 10, ну или там с 10 до 11 Вот это я как раз хотел узнать Да, да, если весь город или половина города к 10 утра туда повалит И в субботу плотно не ужинать Да, желательно с сегодняшнего дня начать уже соблюдать пост Для того, чтобы до воскресенья освободить место И в воскресенье уже поесть хорошо На цветочек это не шутка, да Хорошо, давайте пройдемся по гостям этого мероприятия Раз это называется фестиваль «Вкусная Россия» Кто из представителей Российской Федерации, из каких уголков к нам едут? Или уже приехали? К сожалению, в этом году у нас не получилось речь именно из России кого-то Потому что это чемпионат Мы так говорим, будто вятка это не Россия У нас есть чемпионат мира по футболу И почти в каждом городе, где проходит чемпионат мира по футболу Проходит кулинарный фестиваль Поэтому, к сожалению Но мы опять же еще раз говорим о том, что мы закладываем некий тренд В который, надеюсь, что со временем будут вписываться гости из разных городов Естественно, блюда, которые представлены на фестивале Они достаточно разные, необычные, многонациональные Поэтому можно попробовать абсолютно все И у нас будут и азербайджанские блюда, и таджикские, и узбекские, и армянские И, естественно, русские И молочная продукция будет представлена И сыр, сыроварение, вятское сыроварение будет представлено То есть, ну, очень много всего Очень много всего А евреи так и будут? Ну, вы их пригласите Они будут кушать Да, будут кушать Так, это все на открытом воздухе, разумеется Это кулинарная часть программы Кулинарная часть программы Значит, кроме этого, есть еще две части программы Это такие игровые развлекательные точки Или, значит, анимационные площадки мероприятия Их там порядка 10 разных точек То есть, можно приходить с детьми разного возраста, с семьями И посмотреть там, самому поучаствовать на кого-то Посмотреть, как это происходит Очень много призов от нашего, естественно, уважаемого, глубоко любимого Уважаемого партнера, торговой марки «Здраво» На всех точках будет что-то, значит, дариться, раздаваться И вы сможете это получить Как для себя, так и для своих детей Очень интересная площадка в центральной ротонде Конкурс детского караоке Поем самые любимые детские песни вместе Дети поют или взрослые тоже? И дети, и взрослые Ну, караоке, песни детские Песни детские Поют все, кто хотят И Махилова, и Яблоко Да, 33 караоке Ты уже сделал заявку на участие Ну, и понятно, что на главной сцене будет весь день Проходить интересное мероприятие Которое впервые в городе представлено в таком формате Это фестиваль, благотворительный марафон Творческий, здравствуй, мир В чем суть? В том, что Ну, во-первых, понятно, что мы Чествуем и отмечаем 45-летие Известной торговой марки Которая является нашим генеральным партнером нашего фестиваля Ну, и во-вторых, благодаря этому фестивалю Мы поднимаем очередную Очень важную, значит, заостряем внимание на важной теме Это строительство открытой летней площадки отдыха В Александровском саду Я думаю, что вы видели этот социальный проект большой Итак, давайте поподробнее Тем, кто еще не в курсе, расскажем Здесь не просто у нас пляски и песни Мы средствами вот этой некой культуры Которая у нас есть в городе Кирове на хорошем уровне Мы пытаемся сделать доброе дело Ну, и благодаря нашему партнеру генеральному Мы пытаемся привлечь как можно больше сторонников И, так скажем, жертвователей И собираем деньги Помогаем собирать деньги На строительство детской площадки Ну, не детской, она как бы в целом семейная площадка отдыха Летняя площадка отдыха Которая будет строиться в Александровском саду А где она там? Около шахматного домика Вот там вот на берегу А, на берегу Мы говорили об этом проекте На данный момент Когда у нас приходил Симаков Мы говорили Да, общественная инициатива Исключительно общественная инициатива Молодые парни там Значит, ну, решили, что в городе вообще Ну, реально сделать что-то хорошее и правильное Они в мае вначале запустили эту историю в интернет В общественное пространство Мы ее подхватили Мы как организаторы мероприятия То есть это здравый культурный фонд, яркий город Мы это подхватили идею И решили ее интегрировать внутрь своего мероприятия То есть посвятить вот то действие Которое будет на главной сцене в воскресенье Сбору средств на эту интересную Очень важную и нужную для города площадку Проект уже готов? Я так уже вдеваюсь в детали Я так понимаю, что я видел проект Он как бы правильный проект Есть уже, да? Правильный проект И там скамейки И какие-то спортивные снаряды И там возможность посидеть Посмотреть, что-то сделать Отдохнуть И идти дальше В таком формате А в каком формате будет сбор проходить? Ну сейчас сбор уже проходит в принципе Нет, ну так во время этого праздника Во время мероприятия Не со шляпой же пойдут по рядам Во время мероприятия там будут представители Инициативной группы этой площадки Значит они могут принимать деньги прямо здесь На месте мероприятия Но они будут презентовать как-то вот Чтобы люди видели на что Обычно ведущий должен быть В процессе всего мероприятия Картинки там какие-то В процессе всего мероприятия У нас, значит, по сценарию запланировано В процессе всего мероприятия Мы просто будем на сцену приглашать людей Которые жертвуют деньги на эту площадку То есть это компании, юрлица, физлица Мы просто будем приглашать и говорить Пожалуйста, вот скажите вы сколько там Вот и они будут приходить и выходить Мы столько денег Скажите сколько и почему Скажите сколько и почему Нет, это важная история Потому что абсолютно Общественный гражданский проект Абсолютно вообще И, конечно, я ребят поддерживаю В плане того, что они столкнулись Ну, с какими новыми для себя трудностями Потому что ведь это определенная работа новая Собирать деньги Это же оформлять большая документальная работа Отчитываться за них Перед теми, кто жертвует Ну, отдельный вид работы Вот сложный тоже Сам по себе Слава, еще такой вопрос по воздуху Сейчас ведь не один праздник Чтобы там это Сфоткаться с фидлайнерами Такого Ну, с поварами пофоткаться Это будет все такое Фотозона Уникальная фотозона Будет очень интересная Классная, на мой взгляд, фотозона Там будет такой 3D-фотографии То есть, знаете, в матрице Вот эта вот история Там зависает Это что, я ничего не понял Что где зависает Рассказывай подробнее Уникальная фотозона Будет стоять у Александра Заводная такая 3D-фотозона Вы можете сфоткаться И вас там сделают Фотографию, условно говоря, на 10 камер Из этого сделают небольшое, маленькое видео Ролик такой целый И вот потом вы можете Это использовать у себя На личной странице Где-то в интернете В социальной сети В общем, приходите И посмотрите, как делаются 3D-фотографии Прямо там, в парке Прямо там, в парке То есть, 3D-фотозона Да Еще раз напоминаем Что 8-го нужно подтягиваться К 10-ти утра На фестиваль Вкусная Россия Чтобы успеть Что-то съесть Чтобы уже в 3D-фотозону Идти в 3D-формате Про непосредственные Кулинарные площадки Мы поговорим чуть позже Сейчас у нас время Небольшой паузы Скоро вернемся Культпоход Праздник Вкусная Россия Пройдет в это воскресенье 8-го числа В Александровском саду Начало в 10 утра Организатор фестиваля С нами Вячеслав Тихонов Мы продолжаем разговор Но давайте озвучим Хотя бы те блюда Которые там можно будет Попробовать Это название Следует из Собственно наименований Площадок Вот почитаем Формула окрошки Площадка Обязательно будет окрошка Праздник пельменя Хит-салат Шашлык-машлык Шашлык-машлык Сыр будет Ярмарка сыра Это понятно Это фермерская площадка Обязательно будет Плов обязательно будет Как минимум Три разных вида плова Узбекский Таджикский Азербайджанский Три вида плова Напоминаем Регулярным слушателям Программ Союз Нерушимый Я думаю Что они уже уяснили Пловы различаются Они значительно различаются Бургер-пати Бургер обязательно будет Я еще просто раз говорил О том что На мое удивление Когда мы проводили Голосование в социальных сетях Какое вот блюдо Люди хотят увидеть На таком мероприятии Это для меня было шоком Ну или может быть Неужели шоком Удивительным Таким необычным сюрпризом Было то что люди выбрали Бургеры и фермерский сыр Фермерский сыр И бургеры Понимаете Сыр я еще понимаю Насчет бургеров Меня тоже удивило Не совсем традиционно Поэтому бургеры будут Обязательно Естественно будет Значит у нас представлена Возможность Выпить кофе Качественные Хорошие Разные Будет чай Вот разный Поэтому Ну приходите Будет очень вкусно Много разного Учить будут Секреты мастерства Раскрывать Секреты мастерства Или что-то такое Ну Вот Некоторая часть блюд Будет приготовиться Прямо там на месте Можем посмотреть Это можно будет видеть Смотреть Прямо видеть Но они же никогда Все ничего не показывают Там тайно Тайно что-то подсыпают Самое главное У нас будет возможность Ну познакомиться С каждым кулинаром Который там есть Представлен на фестивале То есть вы можете Подходить Знакомиться Будет информация О том Значит представлена На каждой торговой точке Откуда Где можно Значит вне фестиваля Купить те блюда Которые готовит кулинар Поэтому вы всегда можете Там в частном порядке Записаться к человеку На мастер-класс И сделать это Прямо у него Там ну В условиях уже Стационарных Приближенных К тому То есть все будет в доступе Да конечно Это очень важная история После каждого Там такого мероприятия Ко мне обращается Много людей Спрашивают Где конкретно Вот это купить Мы говорим Пожалуйста Вот и передаем Контакты Таких мастеров В этот раз мы решили Просто ничего не скрывать Там пожалуйста Будут контакты Прямо вывешены На каждой палатке На торговом месте Можете приходить Записывать Записываться Знакомиться Потому что Ну Это зачастую Бывает важно Там смотрю еще Смотрю в анонсе Будет еще и некое голосование За самого вкусного Участика фестиваля Обязательно Все желающие смогут Проголосовать Что больше понравилось Конечно Чье блюдо больше понравилось Конечно Слушай Нормально Тогда будут угощать Потому что я скажу Слушай за тебя проголосуют Да дорогой Ну да 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 А кстати Да еще тоже Не проголосуют Я не просил Я вспоминаю там Предыдущий проект Да Организованный В том числе Вячеславом Очень важно чтобы Ну я так Хотелось бы чтобы Такая социальная цена Была вот этих Угощений Я бы хотел подчеркнуть Что у нас С каждого С каждого проданного блюда 10 рублей У нас уходит фонд Вот строительство Этой площадки Да То есть Ну я думаю что То есть всякий Кто покупает Тот жертвует Он уже вкладывает Хорошо что Напомнили Да Это важная история Это повышает аппетит Да Давайте будем Начинать розыгрыш Наших призов Культ поход Это еще и викторина Напоминаем Мы вот в частности Что касается Вячеслава Тихонов Организатора фестиваля Вкусная Россия То он готов вам Подарить Билет на любой Из аттракционов Александровского сада Да Который будет работать В рамках этого фестиваля Ну что Ну и есть другие призы Давайте Николай Ну у нас книги Как всегда Книги Читай город Давай так не очень Углубляясь Просто назовем Что это прекрасная книга Совершенно Дмитрия Миропольского 1916 Война и мир Это сейчас просто Такой хит сезона Сергей Монахов Дмитрий Чердаков Глазарий языка Это моя любимая книга Если никто сегодня не выиграет Я ее просто выкуплю Эхо Москвы Ну шутит Николай Я не шучу Это великолепная книга Я полистал Я просто от души похохотал Понимаешь Там так много интересного Про русский язык Русский немец Виктор Абердинских Это наш известный Кировский автор 18 плюс ограничения Иэн Макьюэн В Скорлупе Блистательная история Разыгранная в рамках Сюжета Шекспировского Гамлета 16 плюс И апокалипсис Средневековья Иеронимбос Иван Грозный Конец света Это проблемы Затронутые в страдающем Средневековье Главный герой Апокалипсис 16 плюс Чтобы узнать о чем Надо ее прочитать Да эти и другие книжки Мы напоминаем Вы можете приобрести В магазине Читай город По адресу Преображенская 65 И улица Ленина 103А Далее Призы и билеты На любой фильм И любой сеанс В кинотеатр смены У нас имеются Также вы можете Отправиться в галерею Прогресса На две замечательные выставки Которые Откроются очень скоро Давайте расскажем Что это за выставка Во-первых Прекрасная совершенно выставка Оттепель Это фото выставка Выдающегося реально Советского российского Фото журналиста Классика отечественной фотографии Владимира Лагранжа Видел несколько снимков Правда это стоит посмотреть И вторая прекрасная выставка Приурочена Ну понятно К чемпионату мира По футболу Фото выставка Называется Гол Это такой результат Сотрудничества Центра современного искусства Галерея Прогресса И мультимедиа Арт-музея Уникальные архивные снимки Трех поколений Спортивных фотографов Вот Возрастное ограничение Ноль плюс Ноль плюс Обеих выставок Выставочный зал Художественного музея Календарь Пирелли Мы о нем уже говорили Неоднократно Тим Уокер И вторая Большой мир Маленькой туфельки Вторая выставка Ограничение 6 плюс И также выставка Тысяча и одно кимоно Продолжение Ограничение 0 плюс В ресторан Гауди Вы можете отправиться Прямо сегодня 6 числа В 8 вечера Там начнется выступление Группы Эльтанга Вы получаете приглашение На двоих За барную стойку То есть музыка Бесплатная еда За ваш счет Ну мы же честно Всегда говорим Всегда честно Вот так оно и есть 18 плюс И 6 июля Там стартует Большой кавер-фестиваль Так что Следите за рекламой Приходите и слушайте Ну вот Таков список Наш Все сказали Все по-моему сказали Если что забыли Напомним в следующий раз Ну и что Вопрос от гостя Как всегда Вячеслав Тихонов Пожалуйста Так смотри Какие изумленные глаза Мы же вчера говорили Что нам нужен Какой-то кулинарный Кулинарный какой-то вопрос Вопросы Не ну мы дадим Возможность подумать У нас свои вопросы Есть заготовленные Николай Давайте Ну у меня вопрос Такой музыкально-футбольный Значит мы уже говорим О том что рок-н-ролл И футбол Эта вещь очень такие понятные Поэтому о пристрастиях Спортивных рок-звезд Вопросы Фрагментик музыки Пожалуйста Один из первых хитов Толстенького Неуклюженького Элтона Джона Да вот Кажется Какое отношение Металтон Джон К футболу Да сэра Элтона Оказывается очень даже большое В стране где родился футбол Он с детства Болел за футбольный клуб Водфорд И когда вот этот хит Его стал Крокодай-урок Который вы слышали Хитом И он наконец-таки Разбогатил Он взял просто И купил этот клуб И таким образом Спас его от выхода В низшие дивизионы Пригласил прекрасного тренера И клуб До сих пор Слава богу живет И снова играет В премьер-лиге Сам сэр Элтон Джон От дел немножко понятный Отошел Все-таки и возраст И почетные регалии И все Но тем не менее В клубе его до сих пор чтут И у него там есть Такая почетная должность Ваше дело угадать Кто он там теперь Почетный капитан Почетный президент Или почетный тренер В футбольном клубе Водфорд 211-101 Номер нашего телефона Ждем ваших звонков Три варианта ответа Напоминаем Что по нашим Таким негласным правилам Первый вариант Если он оказывается неправильным Мы его пропускаем Да Мы как бы его не слышим Попадку вам даем Ну и потом уже легче становится А я придумал вопрос Отлично Сейчас я Да Приму звонок И потом Слава Добрый день Здравствуйте Александр Александр Ну кто у нас Элтон Джон В клубе Водфорд Президент Простешь Что наверное Почетный президент Почетный президент Почетный президент Он на тензию вышел Ему зарплату на это получаю Да он сам За почетную президент Держит так тихонько Он может себе Прекрасный ответ Александр Да совершенно верно Что хотите получить За ваш правильный ответ Билет в кино Билет в кино Не проблема Любой фильм Любой сеанс Спасибо кинотеатру Смена И дружба Ну что Вячеслав Давайте вопрос Вопрос Внимание вопрос В каком году В Кировской области Вперевы прошел Фестиваль Праздник Плова Варианты ответа Попросим В 13 В 12 В 14 В 15 О 12 и 13 14 или 15 12 14 15 211 101 Праздник Плова 12 извините 13 Мы имеем ввиду 2000 1913 14 15 Слушай Надо залезть Может быть В как раз В 1913 Первый прошел Звоните 211 101 Призов У нас еще много Призов у нас много И вопрос Мне кажется Да Здесь 4 варианта Ответа Соответственно По тем же правилам Если первый вариант Дадим вам еще попытку Алло Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Наши постоянные Слушательница Светлана Отвечает Светлана Ну давайте 13 Мы не слышали Автор вопроса Мотает головой У нас остается 12 14 15 12 14 15 12 Нет Почему Вы 13 Ведь говорили А мы слышали Это неправильно А вы мне еще Два варианта Дайте пожалуйста А мы вам Три даем Нет Так я уже Один то ответила Вы мне еще Два Два варианта Один правильный Другой неправильный 12 И 14 Вот 12 Либо 14 Давайте 14 Правильно Правильно Бинго Да Выбирайте Выбирайте Светлана Что хотите получить Ага Так Ну книгу Наверное Конечно А какую А вот я хочу Взять Знаете Какого Конец света Апокалипсис Есть такая Апокалипсис Средневековья Считайте Что она ваша Пожалуйста Читайте на ночь Будете крепко спать Про апокалипсис Да конечно Это ко всему Хорошее чтение Мой вопрос Да А твой теперь Есенина цитирую Ну целуй меня Целуй Хоть до крови Хоть до боли Не в ладу С холодной волей Кипяток Сердечных строй Это я к тому Что сегодня Всемирный день Поцелуя Есть такое дело Уважаемые слушатели Вспомните пожалуйста Несколько строчек Из песни Вам знакомой Где упоминается Слово поцелуй Или глагол Целую Целую Поцелуй меня Ты мне нравишься Дозвонитесь 211-101 В честь всемирного дня Поцелуя Я готов Целовать Песок Ты уже все песни Пасказал Это что петь останется Поцелуя 211-101 Со словом поцелуй Что-нибудь Выдайте нам пожалуйста Ну много таких песен Просто Все уже Прямо Смотри Телефон Взрывается Добрый день Добрый день Здравствуйте Здрасте Андрей Жигалин К нам дозвонил Ну да Пожалуйста Андрей Жигалин Пой Ну вот я тоже хотел Вот эту же самую спеть Что я готов Целовать песок По которому Ты ходила Пойте больше Уж тогда Раз С нашей подачи Мне бы жизнь свою Как в кинопленку Промотать на Насколько Десять лет назад Дальше Ой Не помню Ну рифма там Девчонка И Тра-та-та-ра-та-та-та-та Вижу Давайте приедем Да Берег с повозкой Ила Я готов Целовать Песок По которому Ты ходила Тум-тум 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 Ча-ча-ча Окей Андрей Выбирайте приз Вот Глазами языка Глазами Книжка Глазами 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 Языка Монах Очень веселая книга Да Все Не кладите пожалуйста Трубку Получите Что Успеем еще один вопрос Задать Или Финальная речь От Организаторов Финальной речи Вячеслав Финальную речь Вот вы должны Убедить Что должны Прийти жители города В Александровском Друзья 8 июля В Александровском Саду Будет самое вкусное Событие года Кулинарный фестиваль Вкусная Россия Я вас Приглашаю Прийти Посмотреть Покушать Развлечься Провести Отличное время Со своими близкими И получить Максимум удовольствия От того что в нашем Городе проходят Такие яркие Классные события Ждем всех Здорово В 8 число Всей семьей кстати Повод прийти Отказаться просто невозможно Потому что это будет День семьи, любви и верности Тем более Так что добро пожаловать В Александровский сад Где установлен символ Собственно этого дня И все это под вкусные блюда Замечательно Спасибо большое Имейте ввиду Сейчас у нас небольшая пауза После чего культ поход Продолжится И мы еще Об одном мероприятии Вернее про одну выставку Расскажем Культ поход Продолжается программа Культ поход Знаете Накануне Наши коллеги Новостники Прям напугали Своим творением Кировчане могут Увидеть имитацию Трупа на выставке Актуального искусства Новость есть на сайте Кирова.ру Это первая В Кирове выставка Где можно познакомиться С произведениями искусства В необычно оформленном пространстве В уникальной атмосфере По словам организаторов Некоторые работы Могут шокировать Неподготовленного зрителя В галерее Можно наткнуться Например на имитацию Трупа Человеческого Наверное Или увидеть картину С зараженным эмбрионом Все это Прелесть Если можно так выразиться У нас находится На красной звезды 14 Соответственно Заречная часть города И мы в нашу студию Позвали С тем Чтобы более подробно Рассказать об этой выставке Ее организатор Организатор Куратор выставки Зовут его Данила Рыбников А место Где открылась Эта выставка Называется Рыбников галерия 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 Рыбникова Рыбникова Данил Да все верно Добрый день Добрый день Не волнуйтесь У нас обычная беседа Вполне Это мы пошутили Насчет трупа Ничего страшного Не случилось Мы их не боимся Что это за новый формат Такой пожалуйста Расскажите Что это за галерея На кого рассчитывать Кто может прийти И кто будет на этой выставке Из авторов Я бы не сказал Что это какой-то Новый особый формат Это достаточно Классический формат Но Классический для европейских Например стран Классический Для европейских стран Только в своей структуре Но Здесь использовано Не классическое Для европейских стран Как бы помещение Нет евроремонта Это особое место Это вообще что за помещение Такое Это большой зал Когда-то там было Бывшее кафе Но Сейчас оно обустроено Именно под Эту выставку Переезжаете Старый мост То есть там Данилович вопрос Там эта галерея Теперь она там будет Нет она там не будет Это единственный проект Это один проект Вот такой Да Это требовалось Именно для этой выставки Так как выставка Посвящена Теме Взаимоотношения Художника И мира капитала О глобализации О коммерции В искусстве И Это место Находится за мостом Оно находится Не в центре города И Чтобы до него добраться Нужно сделать Маленькое Но усилие Переезжаем Старый мост Поворачиваем налево На улицу Красной Звезды Да Это сделано Это сделано для того Чтобы Случайные люди Не заходили Ну фактически Да Потому что Выставка проходит Всего три часа Это позволяет мне там Постоянно находиться И проводить Постоянные Фактически Персональные экскурсии Это позволяет Намного ближе Общаться с людьми И подготавливать Так скажем То есть она работает Три часа в день Да Она работает С кольки до скольки С пяти часов До восьми вечера С пяти вечера до восьми вечера И возрастное ограничение Восемнадцать плюс Восемнадцать плюс Для взрослых Для взрослых Все-таки Это да С семнадцати до двадцати Еще раз напоминаем И читаю в новости До десятого июля Да вы планируете Да скорее всего До десятого июля Но если будет спрос Она может продлиться Первый такой опыт Данила Поделитесь От открытия Такого выстреченного пространства Именно как Такой некоммерческий проект Как в сфере культуры Да это первый проект Первый То есть вы решили все-таки Попробовать Да как у нас публика На это откликнется Оценит Да это был очень Такой важный эксперимент Ну и как Удался Эксперимент Мне кажется Он абсолютно удался И все что было задумано Так все и вышло Ну вы Там местные авторы представлены Там представлены Три кировские художника И один художник Скорее всего Московский Я честно не знаю И украинская художница Раина Рубинчик Наверное да Вот это украинская художница Евгений Сипи Раина Монастырская Анастасия Бравко и Яков Лебедев Что за работы Можно определиться Представлены Каждый художник Творит свои техники Особые в своем Каком-то стиле По-разному Они все Перерасмысливают Искусство Роль культуры Видят по-разному Нашу страну Но Большинство работ Конечно Представлены Как концептуальные работы То есть в концептуализме Где Идет не эстетическая составляющая А больше смысловая Это идет И из такого Требования Что сегодня Ну Не может искусство Быть эстетическим Потому что В обществе не так Все Гладко Как хотелось бы Нужно Ну Любая выставка Нанесет такой Некий Терапевтический И педагогический эффект Она немножко излечивает Немножко нравоучает Чтобы сделать Хотя бы Со стороны культуры Что-то Лучше в стране И с людьми Ну мы понимаем О чем вы говорите Так и хочется спросить Есть ли уже работа Посвященная повышению Пенсионного возраста Нет Таких работ нет Ну там все Но почему бы и нет Там все такое Нечевое же отражение Но почему бы и нет Да Вход надо подчеркнуть Безвозмездный Да Безвозмездный абсолютно С пяти до восьми вечера Да Он абсолютно безвозмездный Потому что Сейчас Очень совестно И Как бы За это нельзя брать деньги Сегодня Особенно в Кирове У людей Которые Больше Ну Искусство сейчас И культура Должна быть исключительно Бесплатны Потому что сейчас Не то время Чтобы брать за это деньги Вообще культура И искусство бесплатно Должны должны быть Это здравая мысль Сейчас все выставки Все просветительские выставки И выставки Которые идут как Как проект То есть когда много художников Когда это не персональный Коммерческий А просто какая-то выставка Просветительская Они все должны быть Я считаю Бесплатные То есть на В идеале Нас каких-то меценаток Держаться Интересная позиция Но она да Заслуживает Нет В Кирове это очень важно Заслуживает Внимание Безусловно Какие-то уже известные Деятели искусства Были у вас Отзывы оставили Водклики какие-то Уже есть Нет еще Наверное Это будет Потому что Есть что-то вроде Книги отзывов Такое Чтобы люди могли Слюбчить И где вообще Потом можно оставить Каждый-то Наверное Не сможет оставить Да ему это И не нужно у него Иногда людям Хочется что-то Высказать Они могут высказать Не лично Если они там Побывали То есть я там Нахожусь постоянно И я слушаю И кто хочет То есть люди Которые приходят Из каких-то Галереи И откуда-то Кто интересуется Они лично Могут договориться О чем-то Там просто Встретиться Поговорить потом В искусстве То есть Тут очень близкий Идет контакт Потому что Какие-то там Группы в социальных сетях У этого события есть? Да Создана была встреча В социальной сети Вконтакте Но Да там указано Вообще Как бы как добраться Но ничего более Потому что Все-таки Социальная сеть Она больше Для такого-то Локального Освещения То есть Пригласить там Людей Набрать участников Чтобы больше Осветить только Для этого А вот Простите уж Уточню Вот тот самый Та самая имитация Вернее Трупа О котором Да я сказал Об этом написано В новостях Это Честно Я об этом Не писал Это писали В новостях Это есть Есть работа Что-то вроде Она означает Совсем другое Просто я хотел спросить Да Поясните Что она символизирует И тем самым Ну она На самом деле Символизирует Это достаточно Политическая работа Я могу Я могу Намекнуть То что Намекните Она символизирует С собой Одного Известного Политика Который Очень любит Спать На важных Заседаниях А Ну а вообще Конечно Говорить по радио Произведениях Искусства Немножко нелепо Мне кажется Надо просто приехать Конечно Кому-то это интересно Конечно Это очень глупо Потому что Это можно И произведения Потом будут выложены Их можно посмотреть Но нужно Зайти в зал Увидеть эту экспозицию То есть почему Пересекаются Разные темы Разные отделы Разные художники И как это все Переплетено Как говорят художники Если бы Картину можно было Рассказать словами То я бы говорил словами А не брал бы в руки Кисть Так ведь Конечно Я принимаю Тут идет Концептуальное искусство И вот требуется Объяснять Если человек Не подготовлен Обязательно Потому что Вот в эстетическом искусстве Все понятно Сразу Я просто вспоминаю Слоган нашей радиостанции Один из Слушайте радио Остальное видео Видимость А там у звукорежиссеров Например Есть фишка Артем подтвердит Они любят Часто говорить Я слышу Глазами Когда вот видят Перед собой То что происходит На мониторе Как это весь звук Я слышу Понимаю О чем дело Так у нас Четыре минуты До завершения Мы должны что-то еще Разыграть Среди наших слушателей Не будем нашего гостя Напрягать Николай продолжайте Ну я немножко Так срезив О планах еще У Даниила Спросим Посмотрим Так как здесь Так все всерьез И концептуально У меня вопросы простые Мы сегодня говорим Про рок-н-ролл И связь его с футболом Потому что идет Футбольный чемпионат И следующий вопрос Опять же я попрошу Включить маленький фрагмент Композиции старенький Ну это Pink Floyd Я думаю все узнали 73-й классический альбом Дагса А история Дело в том Что они помимо того Что были еще музыкантами Они все были еще Футбольными болельщиками И если бы не второе обстоятельство Так как болели не за одну команду То эта группа развалилась бы Гораздо раньше Чем наступил 80-й год Они много раз пытались Расстаться Гилмор с С Уотерсом Но они болели за один И тот же клуб И всякая его победа Их снова сближала И они снова продолжали Некоторые из композиции У группы Мало кто знает Что они вообще были написаны Под впечатлением Футбольных матчей Да в том числе Знаменитая вещь Экоус Она была посвящена Даблу Арсенала В чемпионате В Кубке Англии Вот Вопрос Вопрос простой Так как они были Ребята лондонские То они болели за Один и тот же лондонский клуб Причем клуб из северного Лондона Вопросу предстоит Назвать этот клуб Из трех предложенных Моих вариантов Это был Вест Хэм Это был Кристал Пелес Или это был Арсенал А тот кто Ответит на этот вопрос Это вопрос на внимание Потому что название Клуба уже прозвучало Тот получит на следующий приз В общем Болельщиками какого Лондонского клуба Были лидеры группы Были лидеры Да Пин Хлойд Много-много лет назад В начале 70-х годов И этот клуб Фактически спас Эту группу Так сказать От раннего развала Ну что Если не знаете Добрый день Добрый день Добрый день Здрасте Меня зовут Олег Олег Тоже постоянный слушатель За кого же болели Гилмор и Уотерс Предположу что Арсенал Ну совершенно правильно Потому что это единственный Из трех названных клубов Походится в северном Лондоне Да Я не знал А я вот тебе говорю Вообще надо больше про футбол Совершенно правильно Что выбираете Олег Книжка осталась еще Да есть конечно У нас есть Миропольский 916 Война и мир Отличная изданная книга Это вообще хит Глазарий забрали Да Глазарий забрали Русский немец Виктор Бердинский И есть Эйон Макьюин В Скарлупе Мы все безутешные В своем одиночестве Война и мир тогда Прекрасная книга Прекрасный выбор Но это не Толстой напоминаем Это Дмитрий Веропольский Да хорошо До этого был известен Книгой Тайна трех государей Ну что И еще Задание от меня Вы помните Да Песня Где упоминается поцелуй Слово целоваться Целуй меня Ну в смысле Не меня Песня В честь всемирного дня Поцелуй пожалуйста Дозвонитесь Пропойте лучше конечно 211-101 Но мы пока продолжим Разговор с Данилом Да Пока мы Данилом Вот закроется десятого Эта выставка Вы думаете продолжать Такого трудно Арт проекты Да конечно Я надеюсь что Получатся еще Другие Новые интересные проекты Уже какие-то есть мысли Вот такие Может быть От общения с художниками Возникает что-то Да Из общения С художниками Произошел очень Большие перемены Во мне Самом То есть когда Ты переосмысливаешь Их работы Когда Только начинался проект Я думал что я главный То есть художников Я сам нанимаю То есть они всего лишь Исполняют такую Второстепенную роль Но на самом деле Художники видят И чувствуют все Гораздо острее И благодаря ним Я намного Очень сильно вырос На этой выставке Ну по Месту проведения Следующих выставок Пока еще рано загадывать Конечно Это здание На Красной Звезде 14 Оно не останется Единственное Оно не останется Чисто проект был сделан Да это было сделано так И другие Будет Скорее Я не знаю где это будет Точно Ну я думаю что Будет нас Оповещать Оповещать Чтобы мы не только Так сказать По радио об этом говорили Но чтобы сами могли сходить Посмотреть все это Выставка актуального искусства Напоминаем Работает на Красной Звезде 14 Это Заречная часть города Старый мост Проезжаете Поворачиваете налево Красной Звезды 14 С 5 до 8 вечера С 5 до 8 вечера 18 плюс День 18 плюс Вход свободный Работает до 10 июля Так что время еще Есть Хотя и немного Да Надо сказать Есть у нас звонок Нет звонка Не будет Никто не хочет Может мы Николай Вспомним какую-нибудь песню Про поцелуй Да я уже пел Тут одно старинный Цыганский роман Да Ну-ка давайте еще А что ты Да поцелуй меня Ты ж мне нравишься Да поцелуй меня Да не отравишься Да Поцелуй меня Да не отравишься Да поцелуй Да не отравишься А есть последний поцелуй Мне подари Пред тем Как я уйду А у Пугачева еще есть Осенний поцелуй После жаркого лета Ну что ж вы слушатели Ну что ж вы А ну Профукали Простите меня Вот такие призы Если бы мне за это пение Дали книжку Я бы еще и не то спел А книжку-то забрали Да на которую претендовали Ладно Завершается на этом Программа Культпоход Всех благодарим Большое спасибо Нашему гостю Данилу Рыбникову А я хочу анонсировать Программу Союз нерушимый Которая стартует Как обычно В 13.05 Она будет выходить Сегодня в записи Сегодня будет звучать У нас там Азербайджанская музыка В исполнении наших друзей Ансамбля Дружба Было чудесно Было чудесно Когда записывали Ну а сегодня Вы сможете услышать Это собственными ушами Спасибо Спасибо До свидания Культпоход